Тем временем Соединенные Штаты все глубже погружаются в свою предвыборную борьбу, правда погружаются они туда преимущественно демократическим бортом. И по мере изменения лидеров в борьбе за демократическую номинацию всплывает компромат на новых фаворитов. Так пока с большим отрывом лидирует Берни Сандерс, идентифицирующий себя как демократический социалист. Существенно отстает недавний фаворит Джо Байден, но все ближе ко второму месту, а значит кролик главного конкурента Сандерса, миллиардер Майкл Блумберг. Более того, Сандерс и Блумберг лидируют с большим отрывом от остальных демократов по котировкам букмекеров. Средние ставки на победу Сандерса 2 к 5, на победу Блумберга 1 к 3, в то время как на Байдена и Бутиджича всего лишь 1 к 9. В эти дни в США активно обсуждался слух о том, что Блумберг готов предложить номинацию на вице-президента Хиллари Клинтон. Это могло бы перетянуть часть демократических активистов, ориентированных на партийный аппарат, от Байдена к Блумбергу, а также дать несколько сотен дополнительных голосов суперделегатов на партийном съезде, где будет окончательно решаться судьба демократической номинации. Однако далеко не все рады достаточно стремительному взлету мультимиллиардера, ведущего компанию исключительно на собственные средства, и заявившего миллиардный бюджет, из которого потрачено уже больше трети. Так на экс-мэра Нью-Йорка явно натравили журналиста The Washington Post Джоша Роджина, который действует по принципу вспомнить все. Из публикации следует, что Майк Блумберг – типичный полезный идиот Путина. И почему меня это не удивляет? Оказывается, пять лет назад, в феврале 2015 года, в своем комментарии для Института Аспена, Блумберг назвал вторжение президента Российской Федерации Владимира Путина в Украину, аннексию Крыма и враждебность к Западу, не только вполне понятными, но и равнозначными действиями, которые США осуществили за свою двухсотлетнюю историю. Оказывается, Блумберг заявил следующее, цитата, «Если вы по-настоящему задумаетесь, что бы сделала Америка, если бы у нас была соседняя страна, где много людей хотели бы быть американцами? Техас и Калифорния, вам это о чем-то говорит? Мы просто пошли и взяли их», конец цитаты. В оправдание подобной безответственности Блумберга можно привести тот аргумент, что он не планировал тогда выдвигаться в президенты США, ссылаясь на мнение своей Аиди Шамаме, которая утверждала, что Америка не готова избрать президентом еврея. Но если после Порошенко Украина оказалась готовой к такому, то почему бы Америке после Трампа не повторить? Во всяком случае, по мнению Блумберга и его команды. Еще одним грехом Блумберга, по мнению The Washington Post, является его мнение, цитата, «Мы никогда не сможем остановить Иран от приобретения статуса ядерной державы, если у нас не будет России как союзника», конец цитаты. Сложно сказать, кто именно из оппонентов Блумберга решил сыграть в знакомую нам игру «Или я, или Путин», но о результативности такого подхода мы сможем судить только после супервторника 3 марта, когда будут распределены треть мандатов на предвыборный съезд ДЭМ-партии. На праймере с 22 февраля в Неваде и 29 февраля в Южной Каролине Блумберг не заявлялся, и, скорее всего, они принесут успех Сандерсу и разочарование Байдену. Впрочем, мы вернемся к этой теме на следующей неделе. К слову сказать, согласно опросу социологической компании Гэллоп, около 60% американцев не верят в честность выборов в США.